6 класс, 5 серия. Признаки делимости. Для чего нужны признаки делимости? Чтобы, не выполняя деления, сразу сказать, делится или не делится данное число на какое-то заданное число. Признак делимости на 25. Число делится на 25 тогда и только тогда, когда две последние цифры этого числа образуют двузначное число, делящееся на 25. Например, вот это четырехзначное число будет делиться на 25, потому что мы, рассматривая только две последние цифры, сразу увидели, что 75 делится на 25. Значит, и вот это четырехзначное число будет делиться. Признак делимости на 125. Три последние цифры образуют трехзначное число. И это число должно делиться на 125. Так, шестизначное число мы рассматриваем и нас интересуют только три последние цифры. 250 делится на 125. Значит, не выполняя деления, мы сразу можем сказать, что вот это шестизначное число на 125 разделится. Так, ну давайте сегодня рассмотрим пятеричную систему счисления и признаки делимости некоторые в пятеричной системе счисления. Так, пять цифр только используются для записи. Счет идет пятерками. Каждая следующая разрядная единица в пять раз больше. Так, ну и там 625 и так далее. В пятеричной системе счисления четыре однозначных числа. Наименьшее двузначное – это число 5, одна пятерка. 6, 7, 8, 9 – это 10. Так, давайте перейдем от пятеричной к десятичной. Значит, мы помним о том, что последняя цифра, разряд единиц – это разряд пятерок, это 25. Старший разряд здесь 25. Два раза по 25. Три пятерки и четыре единицы. Число 69. Число 47. Как записывается в пятеричной? Нужно взять один раз по 25, четыре раза по 5 – это уже 45, и еще две единицы. Вот так записывается число 47 в пятеричной системе счисления. Признак делимости на 5 в пятеричной системе счисления. Если последняя цифра 0, то число будет делиться на 5. Потому что, представьте, число оканчивается нулем. Значит, мы можем его представить в виде суммы разрядных слагаемых, где каждое разрядное слагаемое можно представить в виде произведения, и один из множителей будет число, делящееся на 5. То есть, если последняя цифра 0, число делится на 5. А на 25 в каком случае? Если две последние цифры 0, будет делиться на 25. На 125, если три последние цифры 0 и так далее. Давайте выполним сложение в пятеричной системе счисления. Это первое слагаемое. Это второе слагаемое. Переход будет через пятерку. 1 плюс 4. 5. 0 пишем и 1 запоминаем. Здесь опять получилась пятерка. 0 пишем и 1 запоминаем. И обязательно не забывайте делать проверку через десятичную систему счисления. Вычитание. 1, 2, 0 в пятеричной. Минус 3, 4 в пятеричной. От 0, 4 не отнять. Занимаем пятерку. 5 минус 4 это 1. Здесь уже на 1 меньше. Значит, занимаем пятерку. 5 плюс 1 это 6. Минус 3 это 3. Вот результат. И обязательно делайте проверку через десятичную систему счисления. Можно выполнить и умножение, и деление в пятеричной системе счисления. Давайте выполним. Например, число 1, 0, 4 в пятеричной. В десятичной это будет 29. Будем умножать на 3. Так. Значит, умножаем. 4 умножаем на 3. Это 12. Число 12 в пятеричной системе счисления записывается вот так. 2 раза по 5 и еще 2. Так. Ну и здесь будет тройка. И, сделав проверку, мы убеждаемся в том, что все верно. Так. Деление. Причем, обратите внимание, вот здесь, в этом примере, запись такая же, как в десятичной системе счисления. Но только значения другие. Это число 70 делим на 7 и получаем 10. Так. Ну а теперь давайте вспомним римские цифры. Римские цифры, я надеюсь, вы знаете. Давайте повторим, потому что иногда в задачах встречаются эти римские цифры, чтобы вы не забыли о том, каков принцип записи римскими цифрами. Это цифра 1, это 5, это 10. Римские цифры можно увидеть на старинных часах, на старинных зданиях, на памятниках. Первые 10 чисел вы видите. Вы, наверное, хорошо знаете, как записываются первые 10. Так, второй десяток. Вот это идет второй десяток. Если цифра меньше, идет после той, которая больше, то она прибавляется. Вот, например, 6. 5 плюс 1. А если она идет перед той, которая больше, то вычитается. Вот это 4. Так, это 9 идет вычитание. Вот это 19. Так, кроме цифр 1, 5 и 10, есть и другие цифры. 50, 100, 500, 1000. Принцип записи точно такой же. Значит, если цифра, та, которая меньше, идет после той, которая больше, вот как, например, здесь, 10 идет после 50. Нужно складывать. А если наоборот, надо вычитать. Вот, это 40, а это 90. Так, давайте разберемся, расшифруем вот эту запись. Что же это за число? Так, это 90, а затем идет 7, 97. Так, здесь посмотрите, пожалуйста, 500. Затем идет сотня, значит, 600. Потом идет 2 раза по 10 и 3 единицы. Это 623. Так, это 1000, а это 900. Значит, 1915. Вот так записываются числа римскими цифрами.